Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». 14 августа начинается второй летний пост Успенский. Он длится до 28 августа, когда Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Божья Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте, как чистая и всенепорочная, однако же, узнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание. Часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться душой с своим Сыном и стать нашей ходатайцей. И тогда, в особенности, постилась, когда приблизилось для нее время представления отсюда на небо. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее к молитве о нас грешных. В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на пост Богородичный. Этот же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнее установление. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году, подтверждено, что согласно с древними уставами, для всех православных христиан необходимо непрерывно продолжать Богородичный пост. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Во время поста Церковь предписывает умеренное употребление пищи и питья, и при том пищи не скоромной, а постной. Польза поста многоразлична. Все святые весьма строго постились сами и единодушно советовали поститься другим. Заповедь о исполнении поста была дана еще Адаму и Еве в раю для роста и укрепления духовных сил. Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов. Все благочестиво постящиеся строго должны воздерживаться в посте от некоторых продуктов. Не как от скверных, а как от неприличных постов. Продукты, от которых должно воздерживаться в пост, следующее. Это мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов. В понедельник, среду и пятницу у Успенского поста Устав Церкви предписывает питаться сухоедением. То есть соблюдать самый строгий пост. Без отваривания пищи. Во вторник и четверг вареная пища, но без елея. То есть без растительного масла и вина. По субботним и воскресным дням разрешаются фрукты, овощи, пища растительная с растительным маслом и вино. В праздник преображения Господня по церковному уставу разрешается на трапезе рыба, растительное масло и вино. Пост духовный тесно соединяется с постом телесным. Наподобие того, как душа наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно целое, как душа и тело составляют одного живого человека. И потому, постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. Праздник Успения Пресвятой Богородицы совершается 28 августа. И в этот же день или днем позже совершается молебен на начале обучения детей, идущих в школу. Надо уже сейчас готовить детей к принятию таинства причастия. И этому молебну нельзя в спешке подходить к великому таинству причастия. Начните сейчас молиться и поститься, чтобы сотворить плод покаяния и открыть двери нашего сердца для вхождения туда Духа Божия, Духа Любви, Духа Премудрости. Станица Новотроицкая основана более 200 лет назад выходцами из Курской губернии. Уже через 8 лет после основания станицы местные казаки начали возводить православный храм. Строительство продолжалось 13 лет. В 1805 году, в начале еще 19 века, был заложен самый первый храм казаками Станицы Новотроицкой, который строился на протяжении около 13 лет. И в 1818 году на праздник Святой Пасхи станичники услышали первый колокольный звон. В 30-е годы Троицкий храм и два других, впоследствии построенных, Никольский и Трехсвятительский, были разрушены и разделили судьбу многих храмов тогдашней Советской России. Уже в наши дни, в 2005 году, началось строительство нового храма, которое завершили за 5 лет. В 2009 году красивый величественный храм Святой Троицы увенчали золоченые купола, которые видны каждому, подъезжающему к станице. В благом деле возведения храма принимали участие жители станицы, которые истосковались по церковному пению, звону колоколов и слову священника. Храм у нас двухуровневый. На первом этаже располагаются классы для занятий воскресной школы, трапезная церковная и другие административные и хозяйственные помещения. В самые лучшие времена, не считая условия пандемии, воскресная школа наша насчитывала более 60 учащихся. Для такой станицы, как Новотроицкая, это достаточно немало. Надеемся, что, может быть, в недалеком будущем наша станица и наш приход обретет хорошее отдельно стоящее здание с духовно-просветительским центром, где будет располагаться трапезная, воскресная школа, актовый зал, может быть, какие-то другие необходимые для молодежи, для наших молодых казачат помещения. Три года назад, в июне 2017 года, состоялось Великое освящение храма, которое возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В этот же день в храме состоялась первая божественная литургия на освященном престоле. После богослужения владыка Кирилл вручил настоятелю храма протаерею Евгению Камзику епархиальную медаль Ставропольский крест. Жизнь храма продолжается. Постепенно благоукрашается территория, продолжается роспись стен, которая была начата два года назад. Настоятель храма говорит, что в храме работы ведутся не так, как это принято. Обычно начинаются алтарные части, а здесь первые росписи нас встречают сразу при входе в храм. Два больших сюжета – Нагорная проповедь Иисуса Христа и благословение детей. Далее, заходя в храм, мы с вами можем наблюдать иконостас со старинными иконами, сохранившимися с трех храмов, станицы Новотроицкой, в восточной части. Большая сюжетная линия, композиция – это храмовая икона, так называемое «Сошествие Святого Духа на апостолов» в Пятидесятнице. Без преувеличения – это авторская работа, потому что она сочетает в себе такую эклектику или совмещение разных икон такого плана. «Сошествие Святого Духа на апостолов». И затем, если идти по часовой стрелке вправо, мы видим икону «Сюжет Рождества Христова» на западной части, центральной части храма, мы видим праздник Сретения Господня. И уже далее мы видим изображение праздника Крещения Господня или Богоявления. На колоннах, которые держат центральную часть храма, изображаются мученики христианской церкви. Это символ того, что на их жизни, подвиге и крови зиждется сама церковь. Есть в храме изображение ставропольских святых – святителя Игнатия Бринчанинова и новомученика Протерея Иоанна Восторгова. При входе в центральную часть храма, с правой стороны, в верхнем ярусе, мы можем наблюдать справа с вами вместе две портретные иконы святителя Игнатия и Протерея Иоанна Восторгова. Мы посчитали своим долгом запечатлеть их образы, потому что все-таки это наши святые. Конечно же, каждый святой – это святой всех людей без исключения. Но как-то людям свойственно считать их как бы особыми людьми, потому что здесь они творили, здесь они служили, много сделали. И само их физическое место пребывания при жизни, оно для нас является таким вдохновляющим моментом. Много в храме старинных икон, которые сохранились с дореволюционных времен. Есть среди них особо почитаемые и любимые прихожанами. Одна из них – образ Пресвятой Богородицы Скоропослушница. Ну, само название и наименование говорить за себя. Много было моментов в истории нашего прихода, когда люди в тяжелых жизненных обстоятельствах, ситуациях, молились к Божьей Матери, обращались к Ней с молитвой, с просьбой о помощи именно перед этим образом. И видели, как Господь слышал Божьей Матери, Божьей Матери она не спасала свою помощь, свое заступничество и предстательство. И вот эта икона Скоропослушница, дошедшая до нас с старых храмов, к сожалению, увы, не сохранившихся, но казаки сохранили, и исповедники, монахиня, Надежда Бабанская сохранила эти иконы. Они хранились сначала в старой церкви, и потом мы их благоговейно перенесли уже в наш большой центральный храм. Заходя в полумрак Новотроицкого храма, находясь наедине с величественными образами святых, которые с любовью и строгости смотрят прямо в душу, невольно ощущаешь себя маленькой крупинкой в огромном духовном мире. В этот момент душа просыпается, и ты начинаешь осознавать свою греховность. Трудно представить, что многие годы простые жители станицы были лишены этой возможности – прийти в храм и открыть перед Богом свою душу. Дай Бог, чтобы такие времена больше никогда не наступили. На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Господи, отзвак Тебе, услыши мя, вон миг глазу мое, не я моему. Господи, отзвак Тебе, услыши мя, Господи.